Религия Некоторым людям это не нравится, но многие люди – идиоты. Это свобода вероисповедания. Носи, что хочешь, только в выгляде достойно. Такое у нас правило. Жалко, что в Европе нет единого мнения на этот счет. Но мы открытое общество, зачем запрещать? Я думаю, что определенные границы дороскода должны быть. Даже вне школы, когда идешь по улице, есть вещи, которые неприемлемы. Ходить в школу, вызывающей одежде? Окей, мы, школьники, действительно иногда так одеваемся. Но я думаю, что это неправильно. Как восточная женщина, сирийка, я могу сказать, что в моей стране моя дочь была такой же свободной, как и я. И нам там было не место, в исламском обществе, в котором мы жили. И хотя я сама мусульманка, я хотела носить то, что я хочу. Я не хотела носить хиджаб. Это право маленьких девочек самим решать. Выражать свою независимость и делать то, что они посчитают нужным, когда вырастут. Несправедливо заставлять девочку носить что-то только на основании ее гендера. Не хотелось бы, чтобы детей сексуализировали или чтобы они одевались как взрослые. Я не думаю, что в школах это нужно. За пределами школы можно, но в школе должны быть какие-то правила. Должно быть разрешено немного вызывающе одеваться, но не чересчур. С голым животом нормально, но все причины и места должны быть прикрыты. Я бы предпочла, чтобы учителя не одевались вызывающе, потому что они должны быть примером для учеников. Если человек хочет, то меня это никак не касается. Нужно уважать других людей. Учителя могут одеваться, как хотят, но должны быть границы, чтобы учитель не был предметом для шуток. Это противоречиво. В школах должен быть дресс-код. Я считаю, что было бы абсолютно правильно запретить в школах вызывающую и провокационную одежду. Каждый человек, конечно, сам должен решать, что в школе прилично, а что нет. Но я считаю, что женщины могут одеваться так, как сами хотят. И не важно, слишком короткая у нее юбка или нет, по мнению других. Проблемы не в женщинах, а в мужчинах. Их нужно правильно воспитывать, чтобы они так не реагировали. Я думаю, здорово, что есть весь этот культи-мульти. Неважно, кто во что верит, можно учиться и работать вместе. Я очень рада и с удовольствием живу в Берлине. У мультикультурализма должны быть границы, чтобы не создавать глубокие противоречия в обществе. Я бы отдельно выделил одежду, которая скрывает лицо. В западных странах, европейских странах, многие находят это не только странным, но и угрожающим. Проблема возникает тогда, когда люди уже оказались здесь и одеваются так, а им говорят, что они должны прекратить. И на этот вопрос у меня нет простого ответа. Если бы правила устанавливались до того, как люди приехали, это был бы совершенно другой разговор. И в таком случае то, что по стандартам нашей культуры считается вызывающим, могло бы быть запрещено. И я бы поддержал это. Нужно уважать эту религию, как мы уважаем христиан и так далее. В Берлине так. Они уважают нашу религию и во Франции должно быть так же. Иметь возможность носить хиджаб или другую традиционную одежду, значит жить в среде, где уважают тебя и твою культуру. Но вызывающая одежда, неподобающее поведение, например, ходить голышом, это однозначно две совершенно разные темы для обсуждения. Одежда тебя не определяет. В конце концов, это просто тряпки, которые носят люди. Поэтому то, что происходит во Франции, очень плохо. В Германии, мне кажется, ситуация улучшилась, потому что у нас есть возможность носить то, что мы хотим. И это здорово. Да, я согласна.